Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Это масленица идет, блины да мед несет. Вкусный конкурс на Самаргиз. Кладовское озеро, голубой магнит. Как самарские блогеры дошли до голубого озера? Россия в ожидании Android Pay. Вконтакте появится такси? Куда денется реклама в Ютьюбе? Собака-обнимака, смешное видео. Все это и многое другое прямо сейчас. Сегодня в этой рубрике мы объявляем о старте вкусного конкурса. А все потому, что у нас началась масленичная неделя. В Самаре на главной городской площади уже установили куклу-маслену огромного размера. Как же без блинов? Наверняка у вас есть свои собственные уникальные рецепты блинов. Свои мамины или бабушкины. Мы будем рады, если вы поделитесь с нами своими рецептами. Выкладывайте в социальные сети фотографии с хэштегами Самарагиз и Масленица Самара. Итоги подведем 27 февраля. Победителей наградим вкусными и приятными призами. А лучшие фото и ваши рецепты мы покажем в программах события и здесь, в рубрике «Хэштег». Чем заняться в выходной день, особенно если лень сидеть дома и хочется приключений? Правильно, выбраться с друзьями на Голубое озеро. Блогер Наталья Козловская, она же Радомирка, опубликовала в самарском ЖЖ-сообществе «Самара.ру» пост о своем героическом походе к этому удивительному озеру. «Вымотались основательно, навалялись в сугробах, покушали не раз и от души. В общем, отлично провели время и, наконец-то, увидели Голубое озеро своими глазами», пишет Наталья. Рассказ Натальи читается на одном дыхании, а какие чудесные получились фотографии. Если вам интересно узнать что-то новое о красотах нашего края, то почему бы не начать с виртуальной экскурсии по Голубому озеру и его окрестностям? В такой приятной компании. Ставим Наталье наш большой самарский лайк. Пользователи ВКонтакте теперь смогут вызвать такси, не выходя из соцсети. Сейчас компания ведет переговоры с сервисами Яндекс.Такси и Гет. Цель интеграции соцсети с крупнейшими игроками на рынке вызова такси – сделать так, чтобы пользователи как можно больше времени проводили онлайн. Расплачиваться можно с помощью денежных переводов внутри соцсети. В компании отмечают, что руководство нацелено на разностороннее развитие социальной сети в интересах пользователя и для его удобства. Не исключается, что в скором времени сеть превратится в своего рода швейцарский нож, где будет все возможное, но не так уж и необходимое. Платежный сервис Android Pay от компании Google начнет свою работу в России уже этой весной. Android Pay – это бесконтактная платежная система для оплаты покупок, которая может работать на устройствах, функционирующих на операционной системе Android. Банки активно ведут работы над внедрением новой системы Android Pay и планируют запустить ее уже в ближайшие 2-3 месяца. Но окончательная дата старта системы зависит от Google. В России уже доступны сервисы Apple Pay и Samsung Pay. Со следующего года YouTube планирует убрать длинные рекламные ролики перед запуском видео. В компании заявили, что собираются прекратить поддержку 30-секундных рекламных объявлений с 2018 года и вместо этого сосредоточиться на форматах, которые хорошо работают для пользователей и рекламодателей. При этом совсем реклама не исчезнет. Останутся короткие рекламные ролики внутри видео. Кстати, в Google Play появилась бета-версия приложения YouTube Go, с помощью которого можно сохранять понравившиеся видеоролики на карту памяти смартфона. Любительница обнимашек, ретривер Лабутина, стала звездой Инстаграм. Хозяин Лабутины, житель Нью-Йорка Цезарь Фернандес Чавес, рассказал, что обычно перед прогулкой собака сидит и ждет, когда ее обнимут. Только после этого они выходят на улицу, где Лабутина обнимается со всеми желающими прохожими. В январе Цезарь запечатлел крайне трогательный момент. Собака не стала выпрашивать объятия, а просто села рядом с незнакомцем и протянула ему лапу. Прохожий взял ее в руку и стоял с ней несколько минут. Хозяин завел питомцу отдельный аккаунт в Инстаграм в 2014 году. В настоящий момент за трогательными снимками с Лабутины следят почти 100 тысяч подписчиков. Один немецкий супермаркет на днях выпустил рекламный ролик о городе, жители которого страдают крайней степенью ожирения и питаются исключительно непонятной серой массой. Ролик за неделю собрал почти 50 миллионов просмотров. Главный герой видео – мальчик, который стремится сбежать из города, но не может из-за своего лишнего веса. Увидев, как птица клюет ягоды, он, следуя ее примеру, отказывается от рациона из серой массы и в итоге худеет. Слоган этого видео очень прост и понятен. Чтобы стать человеком, нужно питаться по-человечески. И все, что я могу сделать, и все, что я могу сделать, и все, что я могу сделать, это пытаться. Бабл Студиос опубликовала на своем YouTube-канале короткометражный фильм «Майор Гром», снятый по одноименному российскому комиксу. И это первый в своем роде опыт создания видео по комиксу в нашей стране. Главный герой работает в Следственном комитете Санкт-Петербурга и борется с преступностью. Его отличительная особенность – брови в форме молний. Премьера короткометражки состоялась 19 февраля. Пользователи уже отреагировали положительными комментариями и отзывами. Некоторые даже просят расцеловать режиссеров и операторов. В общем, годный вышел фильм. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группу ВКонтакте, фейсбук и канал на ютубе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока.